Приветствую, друзья! С интересом очень большим посмотрел дискуссию Кончаловского с Дмитрием Быковым о том, почему в России всё время возникает вертикаль. Тысячи лет. Почему так происходит? Ну, посмотрите, кто не видел. Мне кажется, интересно. А я ответ, почему возникает вертикаль, давно написал. В книжке у меня «Национальная идея России. Генератор будущего». Давно опубликовано. Посмотрите, кому интересно. Да. А потому происходит вертикаль, несмотря на то, что идут попытки демократизации, система выборная, попытки вот этого всего, что нужно для цивилизованного общества. А потом опять вертикаль. Почему? А я там написал. Друзья, потому что Россия, она таким образом расположена между Востоком и Западом, таким своеобразным образом. Это единственная страна в мире, где одновременно в семьях люди понимают и восточные ценности, и западные ценности. Потому что я там написал, что свободы две, а не одна. Свобода внешняя, свобода внутренняя. И это всё время попытки согласования. И поэтому Россия всё время переписывает свою историю заново. То она качается под эгидой материальных ценностей, то под эгидой духовных ценностей. И то у нас люди превращаются в жёстких материалистов, директоров, бизнесменов, циничных таких, без эмпатии, которые умеют ловко, так сказать, протискиваться руками и ногами и прислушивать более, более, ну там, чинопочитания. И вот то превращается в так называемых экстрасенсов, которые оболеваемы духовными ценностями. Не только в попытке найти любовь, а духовные ценности становятся эзотериками, эксистенсами и так далее, и так далее. Всё время качается между доминантами духовных и материальных ценностей. То появляются колхозы, то появляются такие вот частные предприятия. Ну, очень много чего происходит. Вот это вот то, что Россия между Востоком и Западом. А я там в книжке это описывал через то, как работает наш головной мозг. Как две половины мозга работают. Я там подсказал национальную идею России, как её создать. Да, друзья, так что, если интересно, посмотрите. Михалкова брат, Кончаловский, Дмитрий Быков. Ну, а теперь я, как говорится, уже с ответом на их вопрос, который они никак не могут решить. Итак, друзья, выходите в нашу школу «Человек будущего хомофутурса». Школу человечности. Именно здесь мы развиваем науку человечности. Люди из многих стран мира создаём науку человечности. Определяем понятие, что значит любовь, сопереживание, чувство бесценности живого. И созидание. И настроены на то, чтобы сократить кризисы и войны, и потребность лекарств. Вот чем мы занимаемся, друзья. Подписывайтесь на канал Ютуба. Подписывайтесь на канал Телеграм. А там сейчас интересно, там мы сейчас занимаемся, как сбросить лишний вес. Это очень интересно. Потому что мы впервые в мире создали методику, которая помогает использовать стресс, вот эту силу, энергии, напряжения в собственных интересах, для своей собственной пользы, для здоровья и развития творческих начал в человеке. Потому что человек по природе хороший. Человек по природе творец. До встречи, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!